Привет-привет! С тобой снова я, Мутугулина Гульфия. В эфире Универ Ньюс. Самые интересные новости ты узнаешь прямо сейчас. В Казанском федеральном состоялся ученый совет. В фильме Сергея Брилева рассказали о совместном проекте ученых КФУ и Японии. Воспитанникам лагеря «Дискавер КФУ-2018» подтянут уровень английского. В Казанском федеральном состоялось очередное заседание ректората. Повестка дня включила в себя вопросы о ходе подготовки к приемной кампании 2018, подробности приема Института фундаментальной медицины и биологии, Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ, а также ход исполнений контрольных поручений. Подробности состоявшегося ректората мы расскажем уже в следующем выпуске. А теперь к следующим новостям. Президент Татарстана Рустам Мениханов провел традиционный осмотр хода реставрации объектов. Ректор КФУ Ильшат Гафуров познакомил главу республики с состоянием одного из лучших лицеев страны. Подробности расскажет Аделя Шамилова. 27 мая состоялся обход исторического центра города Казани. Было осмотрено несколько объектов культурного наследия, в том числе и территория, прилегающая к лицею имени Николая Лобачевского КФУ. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров показал президенту республики Татарстан Рустаму Мениханову состояние одного из лучших лицеев страны, недавно вошедшего в топ-100 лучших школ России и отметил необходимость расширения инфраструктуры и территории учебного заведения. Несмотря на все успехи, в лицее нет собственного читального зала и спортивной площадки. Помогает близость университета, на территории которого и занимаются дети. Осматривая проект, президент Татарстана отметил важность поддержки лицея и заявил, что благодаря правильной инфраструктуре воспроизводится правильное воспитание и обучение школьников, чтобы в последующем в университет пришли талантливые студенты, в то время как развитие образования науки по-прежнему является одним из приоритетов Татарстана. Аделья Шамилова, Универ Ньюс. 25 мая в зале попечительского совета состоялось заседание ученого совета Казанского федерального университета. На повестке оказались темы, требующие широкого обсуждения и голосования. Конкурсный отбор на должности, представление к присвоению ученых степеней и отдельные вопросы организационного характера. Подробности далее. 25 мая стояло заседание ученого совета КФУ под председательством ректора Казанского университета. На повестке оказались темы, требующие широкого обсуждения и голосования. Для начала работы состоялась церемония награждения знаками отличия к почетным званиям, которые их обладателям торжественно вручил ректор. В блоке «Разная» совет в первую очередь рассмотрел вопросы, связанные со структурным преобразованием в институтах КФУ. Так нашли поддержку инициативы ученого совета Института фундаментальной медицины и биологии КФУ об открытии новой кафедры. Во время обсуждения ректор напомнил, что после реорганизации необходимо будет решить, кто возглавит новые структуры. У меня есть предложение, чтобы мы на ученый совет, особенно при рассмотрении вопросов объединения различного уровня структур, работающих сегодня в нашем университете, либо при ликвидации этих структур, приглашать тех людей, которые голосовали против в институтах на заседание ученого совета. Может быть, они здесь бы тоже выступили при необходимости и обосновали бы свою точку зрения. Структурные изменения коснулись Института международных отношений и истории востоковедников КФУ. Директор и коллектив института выступил с предложением изменить название института на Институт международных отношений. Такая дискуссия была еще на первоначальном этапе слияния подразделений факультетов истории востоковедения. На первом этапе все именования направления подготовки были внесены в название института. Институт наш международный, который сейчас будет называться таким образом, если мы его поддержим, он достаточно хорошо, очень динамично стал занимать, ну, скажем, стал получать как таковой институт международных отношений, позиции в нашей стране. Первый период нас вообще не видели, не слышали. Дальше мы начали продвигаться вот в области востоковедения. Сегодня мы, на самом деле, становимся таким полноценным институтом международных отношений. На повестке дня рассмотрели вопросы переименования отдельных аудиторий и актовых залов в разных корпусах КФУ в честь выдающихся ученых, общественных и политических деятелей. Это должно быть рабочее помещение для проведения занятий, но все стены и аудитория должна нести информацию. У меня просьба 1 сентября, чтобы студенты пришли и день знаний начали со знакомства не только с институтом, но и с именами этих людей, которые оставили достаточно такой ощутимый след. Ректор подчеркнул, что университету важно не только сохранять, но и формировать наследие, закрепляя свои связи с выдающимися деятелями сегодняшнего дня. Ученому совета было предложено представить действующему главу попечерского совета КФУ президента Республики Татарстан Рустам Мениханова к званию почетного доктора Казанского университета. Инициатива получила единогласную поддержку. В КФУ же создается система собственных диссертационных советов, а также будет сформирована и аттестационная комиссия. Списки пока содержат 21 кандидатуры и могут дополняться до 24. Формирование комиссии должно завершиться к 1 сентября. Диана Шилова, Леонид Влесьяров, Универ Ньюс. Английский язык уже давно стал обязательным. Его начинают учить даже с детского садика. Но для тех, кто хочет подтянуть свой уровень языка, подготовиться к государственной итоговой аттестации или к единому государственному экзамену, в Казанском университете есть языковой лагерь. Школьные занятия закончились, а это значит, что одни уже начали отдыхать и ушли на заслуженные летние каникулы, а другие волнуются перед экзаменами. Но отдых всегда должен быть с пользой. В этом году летний языковой лагерь для детей Дискава КФУ проведет всего одну смену. 7 по 15 июля Казанский федеральный университет откроет свои двери для будущих абитуриентов, которые желают не только подучить английский язык перед государственными экзаменами, но и понять атмосферу студенческой жизни. Мы все-таки ориентируемся на школьников, которые владеют на уровне pre-intermediate как минимум, которые воспринимают язык на слух, которые могут выразить свою точку зрения, для того, чтобы за столь короткий период у них все-таки был скачок в языке. Мы не рассматриваем детей, которые только-только приступили к изучению, так как это интенсивный языковой лагерь, рассчитанный на старшеклассников, которые планируют поступать в Казанский университет на языковые направления. Но бывает и так, что ребята, которые отлично владеют языком, приезжают к нам, при этом рассматривают и другие специальности. Но одного желания учиться в Дискава КФУ мало, чтобы попасть в летнюю смену, нужно пройти не только тестирование, но и собеседование, на котором сотрудники лагеря смогут оценить не только знания школьника, но и мотивацию. А это позволит подойти каждому участнику индивидуально. Оля Кашина, Деля Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. В новом документальном фильме Сергея Брилева о российско-японском сотрудничестве рассказано о взаимодействии КФУ и японских вузов. Мы предлагаем вам посмотреть отрывок фильма и оценить роль Казанского университета в сотрудничестве двух государств. 23 мая на телеканале «Россия-24» вышел документальный фильм Сергея Брилева «Россия и Япония. Все только начинается». Фильм посвящен расширению сотрудничества между двумя государствами. Как одно из направлений рассмотрена медицина. В ходе фильма речь шла о научном взаимодействии Казанского федерального университета с японскими вузами, а именно Национальным институтом агробиологических наук и университетом Рейкен. И действительно особая тема медицина. Лаборатория биогенетических исследований уникальна, но только один из нескольких проектов японских и российских ученых из Казанского федерального университета. Только вообразите, кровь человека в виде сухого порошка может храниться вечно, а если понадобится переливание, нужно просто добавить воды. Сейчас сотрудник лаборатории как раз занимается клонированием генов, а результаты его исследований будут анализироваться в российской лаборатории. Японские ученые исследуют механизм выживания клеток в условиях полного обезвоживания, а российские анализируют и систематизируют наши результаты. Получается очень эффективный тандем, в котором ученые двух стран дополняют друг друга в достижении общей цели. Мы взаимодополняем. То есть уникальный набор компетенций, в том числе уникальные биоматериалы в Японии и биоинформатика с российской стороны и активные геномные исследования создают очень интересный международный коллектив, который действительно выявляет и узнает уникальные тайны природы. Российские коллеги другого японского университета Рикен работают в лаборатории генной инженерии. Выявляют в частности гены, отвечающие за онкологию. А это институт физики КФУ, тоже партнер Рикен. Здесь создают микрочипы толщиной, внимание, в один атом. Супер микропроцессоры функционируют с помощью магнитных импульсов. На сегодня у меня все. До скорой встречи. Пока-пока.